Часть клеток бесконечного листа клетчатой бумаги белые, а часть черная. По белым клеткам бегает белая блоха, по черным клеткам бегает черная блоха. У блохи сломалась система навигации, поэтому она может прыгать только по вертикали или только по горизонтали, чем у обеих. То есть никакой косой прыжок невозможен. Вначале черная блоха находится где-то на своей черной клетке, белая где-то на своей. Какое наименьшее количество прыжков достаточно для того, чтобы они оказались в соседних клетках? Прыжки, как сказать, в сумме. То есть мы и белые, и черные, и блохи суммируем количество прыжков. Скажем, одна сделала 5 прыжков, другая сделала 14 прыжков, всего 19. Ответ будет тогда 19. Понятно, да? Итак, вся доска бесконечная, перечитая, раскрашена в два цвета. По одному прыгает своя какая-то, по другому цвету своя. Да. Нольки что? Они могут быть с самого начала соседних клеток. Не, нет, секунду. Я спрашиваю именно о том, что будет в худшем для них случае. Понятно, что они могли быть в начале, да? Может быть так, что они могли за один прыжок. Это если они на одной линии. Замечательно. А всегда ли им хватит одного прыжка? Я не уверен. Да. Два прыжка. Два прыжка. Расскажи. Здесь есть клетчатый квадратный. Клеточка, конечно, квадратный. Лист клетчатый. Представьте, ваша тетрадка только во все стороны продолжается. Такая клетчатая плоскость. Да. Два прыжка на полога, а прыжка в ту сторону, в ту сторону. Эти блоки одного цвета. Левая. Почему? Одна закрашена? Одна закрашена, и они закрашены. А они на одной диагонали? Нет. Это чёрная или белая? Нет, ты не понял. Что такое они на одной диагонали? У нас доска раскрашена не шахматным способом. Да. Если бы она была раскрашена шахматным способом, то очевидно, что за два входа можно. Ну. Проблема именно в том, что доска раскрашена как-то. Хорошо. Да. Первая бока может прыгнуть. Да. Вот эту сторону. Может. Да. И вот эта бока может прыгнуть в эту сторону. Ага. И вы уверены, что именно в этом месте будут рядышком белые и чёрные клетки? Ну, это там возможно. Это может быть и вполне возможно. А представьте себе такую картинку, что вот у нас есть. Давайте опять-таки всё записать с этой светлой, да? Белая. А после этого идут чёрные. А здесь тоже идут чёрные. Так? Замечательно. А вот здесь вот находится чёрная блоха. То есть, вначале одна блоха здесь, другая блоха здесь. Ну, замечательно. Что вы мне делаете? Чёрная блоха прыгает вот сюда. По вашему обмену. А белая не может в ней подпрыгнуть. Рядом? Могу. Да. Они могут никогда не спрятаться. Вообще никогда не оказаться на соседних полях? Да. Там-самы не нарушилась. Когда только одна белая клеточка, а все остальные чёрные. Ну, а когда чёрная к ней подпрыгает? Блухие. Я решила говорить, что глухие и любые. Не, не, неправая автор задачи. Давайте что-нибудь такое будет. Хомячки. Хомячки. Честно, тоже не люблю. Кролики. Ну, на кроликов я уже согласен. Кролики, в общем, они такие симпатичные. Давайте, да. Так, белые чёрные. Да, всё-всё, меняем формировку. Плечатая плоскость. Вся покрашена. Каждая клетка в белый или чёрный цвет. При этом есть хотя бы одна белая, есть хотя бы одна чёрная клетка. Если у нас есть чёрная клетка, то она может переместиться в любую чёрную клетку на той же горизонтали или на той же вертикали. За какое наименьшее количество вы гарантированно можете поместить в соседние клетки? За какое наименьшее количество прыжков вы гарантированно можете поместить их в соседние клетки? Кто-нибудь сначала придумает картинку, когда за два точно нельзя. Вокруг белых, а в том квадрате из белых клеток. Вокруг белого кролика, если нам кролики более симпатичны, находятся белые клетки. Вот так, да? Отлично. То есть в окружении белых клеток находится белый кролик. А на одной диагонали, все остальные чёрные. Все остальные чёрные. И вот... На одной диагонали находится чёрная клетка. Не глуха. Ну, не глуха. Так, вот здесь... Нет, через несколько клеток вот так вот. Так. Вот если так, то за два прыжка можно. Перемещаемся сюда. Я имею в виду на диагонали, надо на несколько выше. Отлично. То есть помещаем вот там, помещаем там, а все остальные чёрные. Давайте я даже не буду показывать. В общем, все здесь чёрные. Все-все-все-все. Все-все-все-все. Кроме вот этого квадрата 1 на 3. Ну что, вы абсолютно правы. Смотрите, белая как не прыгает, но может оказаться только здесь где-то, да? Ну, это же, естественно, надо приберить и куда-нибудь. Ну, вот на эти потребуется хотя бы один прыжок. Да. Но за один прыжок отсюда сюда не переместишься. На три. Сюда тоже. Здесь только за три. Отлично. Отлично. Три. Вот осталось понять. Есть более хитрые картинки? Нет. Где потребуется ещё больше? Нет. Действительно нет. Вот, теперь давайте докажем. Так, задача. Докажите, что трёх прыжков всегда достаточно.